Водоемы Глубокое озеро – это Карстовое озеро с подводным питанием. У него хорошая рекреационная емкость, потому что у него довольно большая глубина. Глубокое озеро, оно как Раивское озеро, то есть тоже 21 метр. У нас замечательное озеро есть в Татарстане, это Архиевское озеро или Тарлашенское. К сожалению, его вовсю отдают под застройку, береговые зоны. Озеро из-за этого мелеет, забор идет очень большой для жителей. Поэтому это крупные озера, к примеру, Раивское, но в Раивском заповеднике ограниченный подход. При выборе места для купания стоит также обращать внимание на наличие растительности, отсутствие мусора и следов загрязнения. Идеальная экосистема водоема для безопасного плавания – это чистая вода, пологий песчаный или галечный берег, отсутствие водорослей и посторонних предметов. Очень многое зависит от целого ряда процессов, но в первую очередь смотрит на то, где есть или нет загрязняющие вещества. То есть надо знать точно, имеются ли источники антропогенного воздействия, поступления источных вод вблизи какой-то опасной. Конечно, предпочтительнее пляжи Волги, Кувишевское водохранилище. Казанка – это пляж-локомотив, это пляж Нижние Заречья, пляж около русско-немецкой Швейцарии. Вот эти места относительно чистые. Ну вот в первую очередь юдинский карьер был всегда достаточно с чистой водой, поскольку это крупный вообще водный источник. В Казани есть несколько водоемов, которые считаются застойными и не подходят для купания. Они характеризуются низкой проточностью, что приводит к накоплению и загрязнению веществ и ухудшению качества воды. В застойных водоемах часто наблюдается цветение из-за избытка биогенных элементов, таких как фосфор и азот. Это создает благоприятные условия для размножения патогенных бактерий и водорослей, выделяющих токсины. Купание в таких водах может быть опасным для здоровья. В водоемах со стоячей водой могут наблюдаться такая болезнь, как циркариоз. Она сейчас тоже пришла к нам в Россию. Раньше в Белоруссии отмечалась, сейчас в России тоже отмечается. Уже несколько лет у нас тоже начинают уже в Татарстане об этом говорить. В общем-то в водоемах такой со стоячей водой, там где купаются, где большое количество уток, купаться следует осторожно. Юдинский карьер в прошлом году попал в это число. Но в принципе это могут быть некоторые заболоченные водоемы, мелководные заболоченные водоемы. Поэтому не в каждый водоем вообще надо идти. Хотя вот Юдинский карьер – это и не мелководный совершенно, это глубоководный водоем. Поэтому это болезнь новая относительно. И, конечно, пляжи надо проверять. Если же нет ни времени, ни возможности выехать за город и добраться до реки, можно обратить свое внимание на общественные бассейны и аквапарки. Как правило, сотрудники проводят тщательный химический анализ, чтобы убедиться в соответствии показателей с санитарным нормам. Основным дезинфицирующим агентом, используемым в бассейнах Казани, является хлор. Этот сильный окислитель эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы. Кроме того, в воду добавляют специальные реагенты, которые связывают и нейтрализуют органические загрязнения, попадающие в бассейны вместе с купающимися. Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универновости.